Министр культуры Словакии Марек Мадрич ушел в отставку из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучика. А в Германии обвиняют министра образования. Она нарушила конституцию. Чем это чревато, расскажет Татьяна Лагунова. Раскритиковал политических оппонентов, нарушил конституцию. Конституционный суд Германии признал министра образования Йоханну Ванку виновной в нарушении основного закона страны. За то, что она призвала к бойкоту одной из политических партий. Инцидент, который рассматривал Конституционный суд, произошел два года назад. Тогда, в разгар миграционного кризиса, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» звала немцев на митинге против Ангелы Меркель. Требуя показать канцлеру, которая пустила в страну тысячи беженцев, красную карточку. Министр образования на сайте своего ведомства ответила на этот призыв. Дескать, красную карточку нужно показать ультраправым, которое радикализирует общество. Не имело права, постановил Конституционный суд. Представители государственной власти в политической борьбе должны соблюдать нейтралитет и не высказываться как в интересах, так и в ущерб каким-либо партиям. Своё решение судьи объяснили так. У министров, в отличие от других политиков, есть государственные ресурсы. И они не имеют права использовать их для влияния на настроение в обществе. Никаких политических последствий для министра образования это решение суда иметь не будет. Сейчас в Германии формируют новое правительство и она уходит из Кабмина. Теряет должность, зато получает право критиковать кого захочет. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.